Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас зачитаю письмо, с вами разберем и дадим ответы и комментарии. Здравствуйте, Галина! Спасибо вам большое за такие интересные видео о Турции на психологическую тематику. Приятно смотреть и слушать всегда, удается подчеркнуть интересную информацию. Хотелось бы поделиться своей историей, возможно, посоветуйте, как быть в этой ситуации. Моя история не про турецких мачо. Во время отдыха случайным образом я познакомилась со своим земляком. Мы с ним играли в одном казино. Была я тогда не одна, а со своим парнем, что мужчину вообще-то не смутило. Видимо, было заметно со стороны, что я не питаю глубоких чувств к парню, и он удачно подловил момент, когда я пошла в уборную. Мы с ним заболтались настолько, что парень звонил мне с вопросами, куда я пропала. Им у мужчины я не узнала. Тогда телефон свой продиктовала и договорились встретиться на следующий день в этом же казино. Но в этот день у меня пропал голос, и мы вынуждены были с парнем ехать обратно в Украину. По приезду на родину я грызла себя, что не взяла номер и даже имя его не узнала. Все, что я знала, что мы из одного и того же отеля с ним. И название отеля я тогда знала, в котором он отдыхал. По приезду написала в директ отелю, что якобы нашла бумажник и их гостя в одном из кафе. Но так как у меня рейс, и некогда мне было это все заносить на ресепшн, я увезла это с собой. После долгих переписок с отелем, они любезно согласились отправить мой номер телефона этому мужчине. И о чудо! Они написали мне фамилию, имя и отчество этого человека. Все время меня не покидали мысли, что неправильно могла номер продиктовать и ему дать ошибку тогда. Это одно этой мысли, что вообще не увидимся, становилось мне грустно. В конечном итоге мне таки перезвонил этот мужчина через пару-тройку недель. Значит, номер записал он тогда правильно. Через пару дней пишу ему банальный привет, на что он предлагает поужинать через неделю. Я прождала весь день его звонка, а он просто проигнорил. В конечном итоге месяц не общались. И потом я его поздравила с праздником. На что он снова пригласил меня поужинать. В тот день я была в пригороде, и он захотел заехать забрать меня. Во время поездки проболталось, что в городе родители живут, и он предложил завести меня к ним на час. Мол, у него дела нарисовались. Или может забронировать мне столик, чтобы я одна поужинала. Я прождала его час. Он перезвонил и сказал, что срочно надо ему куда-то ехать. В итоге, в ходе беседы по пути выяснилось, что он меня старше на 20 лет. И, скорее всего, это его спугнуло тогда. Прошло три месяца с той встречи. Я понимаю, что инициатива общения в частности только от меня. Встретиться он не может из-за занятости, якобы. И он постоянно везде занят. И хотя я-то понимаю, что причина другая. Я пыталась вывести его на откровенный разговор, а он говорит, что хочет общаться, все такое, просто он реально занят. А я чувствую, что влюблена в него по уши и никак не могла отойти от этой встречи. Подскажите, пожалуйста, почему он не хочет сказать прямо, если я ему неинтересна. Возможно, не все потеряно, раз он не обрывает окончательно самой связь. «Ой, здравствуйте, наш дорогой невротик, меня не любят, а я сам обманываться рад. Давайте заверните мне два, пожалуйста, таких побольше». Правила в психологии. Мы помогаем, бежим помогать, когда нас о помощи попросят. И мы должны стараться слышать человека конкретно, что он говорит. Иногда «нет» — это значит «нет». Иногда «да» — это значит «да». То есть, если мужчина говорит, что с тобой не хочется, мне некогда и так далее, то есть вы вообще ждете, когда он окончательно вас отодвинет, скажет «да пошла ты, ты не нужна». А вы знаете, что потом начнете? А вам это будет мало. А вы будете говорить «а назови-ка мне причины, почему это я такая плохая? Давай поуничижай меня, пожалуйста, поунижай, докажи, что я плохая такая». Ну, давай-давай-давай, сделай это. Вот вас пока вот не раст... Вы ждете, вот сами подставляете, чтобы вас раздавили, растоптали, чтобы сделали больно, от вас отказались, и тогда вы переплачете и будете дальше жить. А пока вы такая созависимая, не можете вообще от него отделиться. Так вот, иногда нет, значит нет. Если нас с нами не хотят видеться, не надо предлагаться. Вот я к чему прошу вас обратить на что внимание. Эмоции, которые вы испытываете, типа «у меня отталкивают страдания над их», вот эта вся история. Подумайте, кто вас так же любил и топтал в вашей жизни уже до этого. Этот мужчина. Как вы понимаете, смотря мои видео, других психологов, вообще чуть-чуть шаря, чуть-чуть психологии, вы прекрасно знаете, что этот мужчина повторяет. Вот эти любовные переживания, когда какой-то человек у вас, скажем так, которого вы любили, и вы были уверены, что он любит вас, который вам говорил «мне некогда». «Я тебя люблю, ты хорошая, но мне некогда». «Я на работе, я занят, у меня куча обстоятельств, куча причин, мнения до тебя». Ты просто жри. Человек, который периодически появлялся в вашей жизни, не на регулярной основе, появлялся и пропадал, появлялся и пропадал. Кто он? Это ваш папа? Или это ваша первая влюблённость, первые отношения? Кто этот человек, который притягивал к себе, отчасти притягивал? Он даже притягивать не приходится, вы сами к нему тянетесь. И отталкивал. Кто это? Если мы берём момент созависимости в отношениях, ну, здесь особо про это ничего не было, да, это моё предположение, что вы могли бы быть таким человеком, это история именно сразу напрямую созависимости к родителям. Если мы берём невротизм и какую-то травму, невроз определённый, это могло быть, скажем так, этот момент зафиксироваться и с первыми, не обязательно папа там или отчим, или там дедушка, например, да, там, любовь, чего пытались завоевать, например, и навязаться кому-то, кого им не хватало. Это могло быть и какие-то травмичные, травмирующие отношения с парнем первым, например, первая любовь, первые отношения и тому подобное. Но всё равно, как правило, первая любовь, она проявляет то, что было до этого, это уже реакция на то, что уже заложилось в нас. Если надежда и шансы... На что шансы-то? Человек вам ни надежд, ни шансов, ничего, никаких обещаний не даёт. Почему вы хотите услышать, почему он от меня не отказывается, это даёт мне шанс? Нет, он трус. Он не умеет, не знает, как красиво съехать с этой историей. Если вы действительно верите в то, что его что-то там спугнуло, он там что-то боится, какие-то причины есть реально весомые, как бы тип любовь есть, но существуют какие-то обстоятельства, которые нам мешают быть вместе, задайте ему впрямую этот вопрос, скажите, да-да, нет-нет, со мной или не со мной. Если вы невротик, вы это не сможете сделать, потому что вы мозгами, скажем так, чётко понимаете, что ответ будет нет, отстань, всё закончилось. Но услышать этот ответ вы не хотите, потому что вот этой эйфории, любовной привязанности больной, которая делает больно, её не будет, она закончится. Человек откажет мне, скажет, давай пока. И вообще мне уже никогда не позвонить, ни разу даже в три месяца или ни разу в месяц, как сейчас у нас получается. Я это чувствую, потому что я боюсь это терять. То есть вывод такой, мне не человек нужен, а та эмоция, нездоровая, больная, мне причиняет боль и любовь перемешку, боль и любовь перемешки идут. Мне нужны вот эти эмоции, чувства, которые я от него получаю. Вот и вся его задача, этого человека вот в этом. Не он мне нужен, а вот этот процесс. Я больше скажу, если вы с ним пытаетесь расстаться, для вас это наркоманская игла, зависимость, вы там страдаете, может уже пытались от него отказываться, не выходить на контакт, но в итоге сдаётесь, вы всё равно возвращаетесь к своему наркотику. Вот так вот назовём наркотиков, в кавычках, такому человеку. Что делать? Ну, наступать участие себе на горло. Вообще понять, что я хочу. Здесь проблема вот этих метаний. Какого я мужчину хочу? Какого я к себе отношения хочу? Когда вы поймёте, что он поступает плохо, некрасиво, и делает вам больно, условно посмотреть на него со стороны, на его действия, у вас вся любовь закончится на этом. Вы поймёте, что, блин, это не любовью попахивает, чем-то нездоровым, мне плохо в этих отношениях, мне нехорошо. И тогда уже приходите к каким-то вот выводам про эти отношения, что мне дальше делать. Так что, я не хочу вам говорить то, что вы от меня ждёте, если шанс. Я не хочу вас расстраивать. Я уже это сказала. Скорее всего, шанса нет. Хотите об этом узнать? Вы у него спросите, не у меня. Почему, отвечая на ваш вопрос, он не говорит вам в лицо, не отказывается? Он трус. Всё. Либо он рассчитывает на что-то от вас ещё, условно, секс какой-то и какое-то общение. В плане том, что это не любовь. Давайте будем честными, это не любовь. Мужик, пропадающий, до 20 лет меня старше, ну, семья есть, дети. Дети ваши ровесники, скорее всего, или около вашего возраста, скорее всего. И у него, скорее всего, даже ни одна, несколько может быть любовниц, помимо жены. Вам оно надо, вот это. Ну, может быть, что-то лучшее можете. Зачем вам молоденькая, симпатичная девушка на это время тратить? Вот, как бы. Человек просто, понимаете, даже перспектив никаких не рисует. Тем, что он не отказывается, но он же, точнее, он вам никаких перспектив не даёт, потому что, ну, как прилипаете, достаточно только от вас не отказаться, вы уже здесь, вот она я, как штык. Ему не надо напрягаться даже, вы уже здесь готовы. Почему? Зачем вам что-то обещать? Он даже не пытается, наверное, отвязаться, потому что вы любое переворачиваете общение в то, что он в сигналы, в какие-то скрытые смыслы, что он вас нуждает и так далее. Он и пропадает, это не просто так. Вот игнор, вот это пропадание, это и есть показатель того, что я не нужна. Расценивать это как отказ, как завершение. Хватит самой лезть и пытаться возобновлять вот это общение. Надо будет? Появится. Если я не нужна, он не появится. Вот всё просто. Хватит заморачиваться. Вообще, честно, я бы вам посоветовала сходить к психологу в том плане разобрать свою вот эту проблему, почему у невротик, почему вот цепляет любовь, боль вот эта вся схема, она вам прям очень притягательна, так назовём, заманчива. В чём у вас интерес? Надо в этом разобраться, потому что на его месте потом будет кто-то другой. Эту историю надо искать в корне и заканчивать её, чтобы потом были нормальные, адекватные отношения, на которые вы созрели, вы достойны хорошего к себе отношения. Не всегда вам быть с мужчиной, который вас ноги вытирает или делает то, что у вас вообще рядом не существует, вы за ним бегаете. Вот так. Вот такой мой комментарий. Девчонки, пишите, что посоветуете героине письма. Если вам нужна моя помощь как психолога, консультация, вы можете написать всегда мне на почту. Почта указана в инфобоксе здесь под видео, информация разверните, пожалуйста, посмотрите. Напишите мне на почту консультация, тема письма или история от анонима, если хотите, как девушка, получить ответ в видео. Спасибо всем за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.